всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рэй мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды ну что у нас закончился турнир и мы забираем свой приз как-то понимаешь у нас лига мастеров 3 звезды осталось так 75 платиновых осколков ну что задание у нас еще не откатились в магазине вот только можем собой забрать бесплатную колоду нормально так и конечно же попробовать рвануть вперед сколько у нас прошло времени на моих мин на моих часах 20 минут назад у нас прошло обновление так давай попробуем выудить 11 11 вот есть нашли ну и конечно же начнем потихонечку рвать наших врагов и как ты понимаешь все вначале будет довольно легко и просто я даже сказал изично естественно нам бы лучше с массовых атак начинать чтобы быстрее разбираться с врагами и быстро продвигаться вперед тут вообще без проблем кстати ты заметь когда доней падает вот он лежит именно ролевой почему-то у него повязки на глазах две повязки каждая на один глаз почему непонятно у них же обычно одна полоска но повязочка идет а там их две странно как-то так ну что у нас тут 22 против 56 ну ты сам прекрасно понимаешь что шансов в при таком раскладе у нашего противника просто ноль вообще ноль выиграть здесь тем более у нас массовики затейники они сам знаешь любители бомбить по вражинам на изи так ну что поехали далее тогда воин три звезды уже так 77 позиция позиция конечно маленькая слабенькая но что ж поделаешь 11 подожди 11 12 может быть мы что-то можем найти получше например там 12 13 нет есть 12 13 уровень пока 24 у нашего противника мне вообще кажется что было бы идеально давать нам большое количество кубков до тех пор пока мы не сравняемся с ними по уровню то есть понимаешь да у меня сейчас 56 минималка идет и вот чтобы они сразу хобана перепрыгнули на 56 и давали например там уже не столько кубков сколько нам дают а в 3 в 4 раза выше то есть мы как бы проскакивали автоматически все вот тут слабость так попробую найти 13 ну и конечно 13 14 ага 12 14 мы нашли 1 2 3 4 5 потому что в данный момент у нас офигенное преимущество это вот на старте игры хотелось бы уже с ровнее драться как говорится и получать достаточно количество кубков чем вот так вот как говорится мучить и себя и противников наших конечно прекрасно понимает что мы тут разберемся с ними ну одним словом я бы хотел бы чтобы было как-то сказать искусственный интеллект подгонял нам противников под наш уровень это было бы круто уже элита 2 звезды 85 позиция 12 14 может быть все таки дадут нам 13 15 до ребята дают и вот смотри в данный момент уже уровень как подрастает был недавно 25 26 22 а сейчас уже 32 то есть два поединка сыграли уже на 10 уровней противник подрос так ну что друзья сегодня до прошел игру на втором канале арканвейл если кому интересно может заходить и смотреть и будем переключаться на какую-то новенькую игрушку у нас всегда так ребят как когда одну проходим сразу переключаемся на новую либо на новую либо начинаем проходить старые которые недопрошли например плагентейл да мальчик с девочкой брат сестрой против рыцарей против крыс против всего сумасшедшего мира который на них ребята получился наверное будем ее продолжать а может быть а может быть я начну проходить бэтмен вот ты не поверишь мне в свое время когда она его только вышла а это было сколько если не ошибаюсь 20 лет недавно исполнилось или 10 лет первой игре в общем когда она вышла у меня компьютер вообще не тянул то супер графику ну вообще был слабый у меня комп и я не мог в нее поиграть вообще никак сейчас то конечно все это могу и мне честно говоря интересно я вот играл только из бэтмена этот по моему комикс игра которая была рисованная но многие наверно помнят ее и все больше я ничего не играл и мне почему захотелось как и devil my cry в свое время я не прошел пятый точнее четвертый я пятый это прошел буквально когда года полтора назад да или год назад четвертый не играл и вообще скачал все их серии но я что-то первую вторую посмотрел как-то там ребят слишком страшная графа даже на ремастерит не знаю может быть пройду когда в свое время я ее на если не ошибаюсь на плойке играл на плойке еще 2 на playstation там-то конечно для того времени графа была но просто сказка сейчас при нынешнем раскладе конечно все это убоговато смотрится но тем не менее тем не менее ребят как я в свое время еще говорил даже когда играл финал фэнтези для меня было не столько графика главное сколько сам сюжет игры если сюжет игры офигенный то хоть там пиксельная графика хоть я не знаю там рисована хоть какая-то там я даже не знаю как еще назвать отвратительная до режущая глаз но если там есть суть то стоит играть таких много на самом деле игр так что посмотрим к чему нас там приведет мое желание хотение значит как у меня вот сейчас хочу одно поиграть играю играю там серия 2 потом типа устаю на что-то хочется на другой приключиться и вот проблема в том что когда на другой что-то переключается я очень быстро забываю то что проходил до этого и меня очень тяжело вернуть потом туда чтобы я начал до проходить вот это есть ведь это я признаюсь в этом вот моя слабость не но если конечно там игра вообще супер-пупер взахлеб меня берет конечно я тогда ее начинаю интенсивно играть и желательно прохожу но сейчас я застрял те же самые солдаты сколько я в нее играл но очень долго сейчас мне этот последний босс просто вымотал и ребят два дня я с ним там боролся не смог увидеть ну решил для себя что нужно пойти там старые локи прошуршать и все и на этом стопор какой-то мне не охота в нее возвращаться но пройти ее надо в любом случае я прекрасно это ребят понимаю для самого себя надо ее пройти чтобы как говорится уже ее оставить в покое забыть про нее а так она будет у меня тут висеть и нервы не компасировать так ну что давай надо сделаем бросим клан футовцы этого так минус хан давай пиццелицы бросай кофемашина ну ладно сломанная кофемашина фигли замечательно но уже как ты видишь разбираются не так быстро как поначалу шло и так чуть-чуть нам хватило чтобы сразу перепрыгнуть в лигу самураев 3 звезды совсем капельку да и бойцы и бойцы у ребят заканчиваются шенигами пятьдесят девят уровень ее бы пора бы уже наверно на 60 прокачать но дело в том что от нее профита очень мало ребята она не имеет массовых атак просто не имеет у него вот вот это вот мощная но было бы лучше если бы она не знаю скорость себе уменьшала а вампиризм бы вешала то есть похищение жизни это было бы намного интереснее и правильнее как по мне от этой мыши летучий чем просто получить дебаф на замедление так майки ускоряет команду точнее майки лео конечно же бывает ребята оговариваюсь бывает думаю об одном и говорю и получается что вообще не в тему я даже иногда пересматриваю видосики ё-моё там говорю о какой-то карте а сам чёрт знает чё милю так что он делает защиту ставит слушай ну тут уже опасно на самом деле ты посмотри у нас получается что мы не вытаскиваем противника хотя уровень у них 46 у нас 59 то есть как бы ну разница больше десяти уровней и все равно мы не можем их разобрать так самурай 3 звезды позицию нас 52 сейчас попробуем дайте 1519 да дадут анти 1519 1418 и не больше ладно фиг с вами возьму зэка раз два три 4 но тут уже все 61 уровни пошли значит скоро будут семидесятники а там как говорится и рукой подать до легких как говорится побед и опять же опять же этот носорог выжил то носорог тубе бог у них постоянно такая происходит фигня ну да все гуны так вот они дают 1519 нам уже ну давай я возьму донателло и вот этих вот орлов а уже все уже сми у нас кстати 60 ников очень мало по моему там 60 и читать первый уровень всего двое остальные пойдут у нас уже семидесятники я посмотрел так добьешь добил я еще вчера хотел после работы думал поиграть но что-то такая ребята меня слабость взяла просто я лег спать а ночью дохал как не знаю кто аж голова разболелась блин думал что это на больняк пойду но и в то же время на больняк садится на этот трындец полный ребят слабый иммунитет какой-то у меня слабый не знаю с чем связано всякая гадость липнет это вот после того как ребят в первый раз переболел коронавирусом вот такая фигня пошла иммунитет вообще ни о чем так ну-ка попробуем да ладно а если крыса ну крыса конечно сейчас у всех их разнесут в хлам ай красота тимати чё ты там выпедриваешься сосунок пляшет он там да блин я думал что перейдем уже не перешли плохо то есть получается мы только дойдем до сегунов 3 звезды вот чё вот чё плохо то карачка красавица так кара змея мне все-таки кажется что если прокачать карайку до сотки и кара змею мне кажется вот карайка это будет все равно круче ну обычная контура в человеческом облике чем кара змея может конечно я ошибаюсь но бомбит она не кисло своими кунаями так все гон две звезды 59 позиция то есть после этого поединка мы на перейдем уже на следующий ранг то есть все гон три звездочки скорее всего будет у нас а там а там нужно три поединка чтобы до лиги мастеров пробиться а у меня нет столько персонажа к сожалению ты гляди как какого лешего этот майки выжил он же самый майки сам по себе самый ватный по защите а тут он умудрился выжить да ладно ну вот о чем друзья и речь слушай может быть дадут нам наверное нам не дадут ребят 17 17 22 ладно возьмем 16 21 ну а чё сделаешь да и бойцы к сожалению это получается у нас вот катка и следующая катка будет последняя как и в той серии нам буквально не хватает одного-двух поединков и с этим ты ничего не сделаешь как бы я тут уже не старался как бы я не экономил но ничего не получается все равно только с помощью своих откатов ты можешь чего-то там добиться я не знаю почему так они сделали вот буквально 71 место 72 позиция да получается сейчас попробуем 17 22 скорее всего а 16 22 до но смотри раз два три четыре нет никак не получается это катка и следующая но там придется доделать на откатах если мы хотим использовать последнюю персонажа то четыре 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 отката делать ну опять же это не своими силами получается ну там какая сороковая сейчас будет наверно позиция в лучшем случае 30 ну вот смотри если я например сделаю так 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 и вот так сможем ли мы перейти просто в лигу мастеров или нет мне например интересно узнать 30 ступенек мы даже будем пролететь 30 в принципе это не так много но в то же время и не мало ну давай посмотрим мне кажется мы не сможем перейти там где-нибудь под конец застопоримся да а нет перешли ребят перешли но 90 позиция отлично все-таки умудрились мы перейти так а что у нас в поединках так испытание городская война свет и темноте живи долго и играючи плюс учитель сплинтер и черепашки ну как бы сыра ребята мало если что я могу заранее пройти чтобы в следующей серии уже не проходить а начинать например фарм да ребята фарме мы по-прежнему жетоны за которую потом покупаем днк данный момент мы прокачиваем пита это у нас голубь он идет у нас как помощник саппорт идет в основном на хилл и на уклонение это у него пассивка идет так что как боец он ни о чем но как спом помощь в принципе годится ну вот и все разобрались я не буду ребята дальше там проходить эти волны потому что но нет смысла тратить сыр на то что у нас уже есть а у нас это все с тобой есть все эти бойцы прокачаны так же как и здесь раньше когда был кожеголовый нужен мне конечно я шел туда и начинал потихоньку фармить сейчас мне это все не нужно и поэтому я вот жетона теперь коллекционирую коплю ну что ребята вот в принципе все есть еще немножко пиццы довольно мы потратим эту пиццу на поиски для кроликов чего наушников двое наушников нам нужно еще найти а точнее одни наушники так зеленая колба телепорт далее наушники нашли и получается нам надо найти теперь восемь ящиков с инструментами ну ящики довольно легко находится поэтому если что хватит ли у нас пиццы окей так я уже что-то сбился со счета если честно погоди погоди ага еще один ящик последняя попытка до ящик выудили ну что ребят прокачиваем до третьей ступени это у нас день злого кролика до третьей ступени и хватает даже еще и на уровень ребят 88 лево получает наши кролики шикарно в общем как то так мы дошли до лиги мастеров но ребята использую для этого четыре отката как бы не честно на самом деле хотелось своими силами но никак пока не получается ну что же а на этом я буду закругляться всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков удачи вам